Всю жизнь в галошах, черт-черчок, с какой-то культёй на голове. А я красивая была. Историю русской немки Эльзы играют сегодня на родной сцене иркутские артисты. Звёздный дуэт заслуженного артиста России Александра Булдакова и народной артистки Натальи Королёвой рассказывает о женщине, которая в 76 лет на закате жизни нашла свою любовь. Она похоронила не ласкового, так и не ставшего родным мужа и встретила его. Романтика учителя географии на пенсии, чуткого, доброго, любящего. И впервые начала жить. Целоваться очень неприятно. Носы мешают, щетина колется, а потом губы болят. Зачем? Да мазохист. Сегодня этот спектакль увидит автор Ярослава Полинович. Именно её пьеса «Земля Эльзы» легла в основу спектакля. Встречи на Вопиловском фестивале не бывают случайны. Один из ведущих российских режиссёров Геннадий Тростенецкий, приехавший на фестиваль, возможно, поставит спектакль в Иркутском академическом. Об этом уже начались переговоры с директором театра. А пока встречи продолжаются. Вы знаете, случайного ничего не бывает. Вот мимо проходит уникальная актриса Лена Руфанова. Уникальная актриса. Дело не в том, что она снималась в фильмах Сокурова и в других фильмах, а дело в том, что она в себе несёт свой театр. Наш спектакль – это только повод, чтобы приехать сюда, да, и потому что важнее общения нашего нет ничего. И знать, что у нас столько театров и столько энтузиастов и людей, которые делают такие вещи – это потрясающе, прекрасно. Сегодня Елена Руфанова сыграет роль Липы в спектакле «Где злорыта собака» академического театра комедии имени Акимова из Санкт-Петербурга. История Алексея Слоповского о таких разных людях, о тех, кто часто живёт совсем не своей жизнью, и тех немногих, кто решается её изменить. На сцене Иркутского театра «Истёнок» сегодня история знаменитого учёного, обладателя Нобелевской премии по физике Петра Капицы. Советский учёный долгое время работал в Кембридже. Однажды его пригласили в Советский Союз на столетний юбилей Менделеева. И больше не выпустили из страны. Пьесу специально для Долгопрудненского театра написал молодой драматург Евгений Вильтовский. Это авторская абсолютная история, которая создавалась на основе документальных каких-то хроник, документов, архивов. И до нас никто не ставил спектакли на эту тему. Удивительных людей собирает наш вампиловский фестиваль. И впереди ещё два фестивальных дня с громкими и очень ожидаемыми спектаклями. И думал ли этот мальчик в пиджачке, стоящий сейчас там с вами, полный достоинства, чести, таланта. Вот я смотрю на этот памятник и думаю, бог-то мой, он доказывает вообще, каким может быть человек. И что человек после себя на этой земле может оставить. Екатерина Нерушкина и Александр Волков. Новости МСЕЙЧАС. Субтитры создавал DimaTorzok